С наступлением холодов в частных домах зачастую регистрируют сезонные пожары, нередкие случаи отравления угарным газом. Так, к примеру, из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода можно не просто попасть в больницу, но и умереть. Так как всё же избежать трагедий? При проведении профилактических мероприятий в жилом секторе, те, которые эксплуатируют печное отопление, инспекторам государственного пожарного надзора обязательно обращается внимание на состояние печи, потому что не допускается эксплуатировать печи, которые находятся в аварийном состоянии, имеют обрушение кладки, либо имеют сквозные трещины. До отопительного сезона эти печи должны быть приведены в работоспособное состояние. В пределах чердачного помещения дымоходы должны быть оштукатурены, побелены, для того чтобы своевременно обнаружить и предотвратить возникновение трещин в дымоходе. Обязательно наличие защитного материала перед топочным отверстием, из негорючих материалов размерами не менее 50 на 70 сантиметров, наличие исправных топочных дверц, состояние дымоходов, потому что перед отопительным сезоном обязательно домовладелец, либо квартиросъемщик, он должен принять меры по ее очистке от сажи. В группе риска были и остаются пожилые, отдельно проживающие граждане и многодетные семьи. Проверить необходимо не один десяток человек. Вот и наша съемочная группа вместе с сотрудником МЧС отправилась по адресам, где сегодня все еще используют печи. Сразу с первого адреса нам попадается дом, где печкой пользуются в отопительный сезон. Недолго думая, представитель МЧС приступает к ее тщательной проверке. Печь хоть и в хорошем состоянии, но все же небольшие нарушения есть. Однако до холодов необходимо привести все в порядок. Видите вот этот вот топочный лист, да? Да. Он должен быть размерами не менее чем 0,7-0,5. То есть его нужно вам будет заменить. Ну в смысле, смотрите, 0,7 это 0,7 метров, то есть 70 сантиметров. Он должен быть в длину и в ширину 50. Вам вам необходимо будет заменить. Понимаете? Это для чего делается? Для того, чтобы исключить разлет искр. То есть когда вы будете там, например, дрова какие-то подкладывать, да? Ну да. Ну и еще хочу вам напомнить, что вот, например, ковер, да? Ну во время эксплуатации. Нет, нет, это уберет, это просто... Ну понятно, чтобы на этом листе ничего не лежало. Сотрудники МЧС во время рейда уделили внимание не только самой печи, но и дымоходу. Оказалось, что и там небольшие нарушения. Но, как известно, в пожарной безопасности мелочей не бывает. Это ваш дымоход, он поштукатурен частично, частично. Его нужно полностью заштукатурить и побелить. Побелка нужна для чего? Для того, чтобы определить на ранней стаде трещины. То есть дымоход, сколько у вас с этой печки лет? Ну уже давно. Ну давно, вот. Для того, чтобы исключить эти трещины, да? Он ежегодно штукатурится. Ну, штукатурится, понятно. А побелка нужна для того, чтобы на белом цвете, если там вдруг треснет эта штукатурка, да, и там дым будет выходить, чтобы видно было. Старые печи, котлы и их неправильная эксплуатация – любая мелочь может привести к трагедии. Чтобы избежать пожаров, напоминают инспекторы, достаточно выполнять простые советы. Однако, не может не радовать и то, что благодаря таким рейдам граждане стали к своей безопасности относиться более ответственно. В подтверждении тому статистика, в Бресте в 2024 году зарегистрирован лишь один несчастный случай, в котором погиб человек из-за неправильной эксплуатации печи. Надо дать должное нашим гражданам, да, они очень ответственно относятся к тем рекомендациям, которые мы им выдаем, указываем на те нарушения, которые необходимо устранить. И действительно принимаются меры по устранению нарушений, потому что в первую очередь мы говорим о том, что это безопасность самих граждан и безответственное отношение к своему здоровью, к здоровью своих родных и близких. Сегодня каждый должен для себя уяснить – в пожарной безопасности мелочей не бывает. Любая халатность или неисправность могут в считанные минуты обернуться трагедией.